...с тени самозанятого населения, причем комфортный вывод, чтобы люди могли чувствовать себя законопослушными гражданами, нормально работать, ну и развивать бизнес, да, поэтому это должно быть комфортно, это должно быть очень логично и естественно для них. Ну и я не могу сказать о том, что предпринимательский потенциал граждан у нас реализуется пока не в полной мере, федеральный проект популяризации предпринимательской деятельности очень даже своевременно подослил, потому что, например, вопросы говорят о том, что 5% населения у нас хотели бы заниматься предпринимательской деятельностью, но только 2,5% собственно говоря готовы реализовать, не на чего выполняться. Поэтому уважение к предпринимателю, благодарность предпринимательскому труду, популяризация, популяризация наших государственных действий и уверенность предпринимателей потенциально в том, что государство не поможет, что называется, под вяжем крылья, не поможет взлететь и сопровождать, мы можем быть очень хорошей государственной политикой на этой части. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Развитие предпринимательства напрямую зависит от проводимой в этой локации государственной политики. Вопросами поддержки и развития малого и среднего предпринимательства от республики Татарстан, формирования конкурентной среды в экономике, привлечения инвестиций в малое и среднее предпринимательство занимается Министерство экономики. Форицу Павлович, я обращаюсь к вам. Вы, как вы считаете, что в первую очередь влияет на положительную динамику развития бизнес-серкера? Какие новые механизмы поддержки обсуждаются именно сегодня, особенно в частности стартапов? Что нового предприниматели увидят в этом году? Спасибо за вопрос. Я бы хотел сказать, не только Министерство экономики занимается развитием предпринимательства, но и у нас есть ряд региональных институтов поддержки. В первую очередь, это, конечно же, наш президент Татарстан, Остан Галейшин Екатерин. Сегодня мы в докладе главы, наверное, заслужили цифры, которые говорят о том, что 28% роста бороться. Это говорит о том, как на муниципальном уровне какое внимание уделяется этот вопрос. Что нас ждет? Где точки роста? Это и снижение контрольно-надзорной деятельности, это часть административного давления, это и образовательная деятельность, и консультации со стороны нового класса. Прежде всего, это доверие, популяризация бизнеса. Я по всем порядку, буквально город хотел бы рассказать, что же нас ждет. Во-первых, большое внимание уделяется на федеральном уровне развитию малого бизнеса. Как мы можем переговорить цифру, я хочу сказать, что Татарстан традиционно, как один из лидеров привлечения средств федерального бюджета в развитие предпринимательской деятельности, тут занял первое место, у нас уже в этом году ожидает в 20 раз больше финансовых средств, чем в прошлом году, но самое главное – это распределение этих средств и как же сформирован национальный проект, в разрез национальный проект в нашей региональной составляющей. Во-первых, я хочу назвать цифру, это почти 2,4 миллиарда рублей пройдет на меры поддержки предпринимателей, в этом году, я думаю, что в конце года мы это уже не просто почувствуем, а отдадим адекватный рост показателей. Инструменты поддержки у нас остаются в прошлом году скорректированной, это микрозайм. Зачастую необходимо просто перехватиться деньгами, и в этом смысле у нас сейчас этот инструмент реализован, 7,5% годовых. Наша задача – ускорить процесс получения вот этого микрозайма. Вот этим мы тоже сейчас работаем, бизнес-процессы описываем и делаем его максимально доступным для предпринимателей. Корпорация МСП, которая сегодня уже несколько раз звучала как один из крупнейших игроков федеральных институтов развития, он у нас широко представлен в Татарстан. Это и наш гарантийный фонд, по итогам 2018 года он оказался лучшим среди всех региональных гарантийных фондов. Это не случайно, это благодаря отец-возаимосвязи в Вимасе, так как это делается в набережной, с Челнах вообще вы ногами, здесь, как я уже в своем приветственном слове сказал, что предприниматели особые, они пользуются этим мерой поддержкой, это и региональная лизингная компания, мы буквально недавно в Нижнегамске проводили сессию, будем ее проводить в повторном набережной с Челнах, потому что мы здесь видим такой широкий масштабный отклик под 6% годовых, выдаются лизинг, но вы знаете, что это существенно ниже той статки, которая есть на Лиду. И в этом году при поддержке президента Статарстана у нашего министерства появился представитель в каждом муниципальном районе, есть он и в Нижнегамске, у нас Петров, пожалуйста, Таня Николаевич, что у нас появился в Нижнегамске, и в каждом муниципальном районе, это проводник всех тех мер поддержки, которые мы сегодняшний день располагаем. Недавно буквально мы начали работать в Нижнегамске вот так, чтобы у нас сейчас есть работа на ежедневное, спасибо Таня Николаевичу, предоставили ей условия, и очень важно, что находится в здании исполнительного комитета, потому что обращается исполнительный комитет, понимаете, надо обращаться к власти вообще. В этом году большое внимание мы уделили новому строительному ладонному механизму, это доступ предпринимателей к закупкам. Безусловно, это не политика протекционизации, это информировались предприниматели о том, чтобы закупаться. Вы знаете, что всего в двух регионах России есть новая биржевая площадка. Это повезло в столице России, Москве, и в республике Татарстана. На базе нашей региональной, нашей федеральной площадки, которая находится в Татарстане, был реализован следующий указ президента о продвижении товаров местных производителей, который говорит о том, что мы должны информировать наших предпринимателей о том, какие закупки будут производиться в Татарстане. Министерство экономики, как Мако-Дребиллятор располагает уже с 2014 года в рамках программ, о том, какие идеи в каком объеме и по какой цене будут совершаться закупки. Половина этих закупок производится у местных производителей, к сожалению, вторая половина за пределами республики, и о них мы должны информировать наши предприниматели, что мы делаем благодаря наших площадках, таких как СНГ.ru и в рамках балансовых комиссий. Ежеквартально мы выезжаем в каждый муниципальный район, в эту набережнующину, и Лапу, и Дережнекарск, и другие, и в рамках балансовой комиссии, к сожалению, выявляются такие случаи, которые можно в журнале «Финдентон» раньше, наверное, «Титик» демонстрирует, когда на территории одной и той же промышленной площадки один предприниматель покупает что-то в Большево-Достане из Свердовской области, хотя чуть ли не в соседнем цепу производится тот товар, который он приобретает. Мы сейчас работаем зачастую в ручном режиме, но эта биржевая площадка должна объединить наши предприниматели. Образовательная поддержка. Наши небезызвестные программы, предприниматели в Набережных Челнах работают уже 6 лет. Мы обучили только Набережных Челнах 800 будущих потенциальных предпринимателей, причем вот эта воронка, чтобы количество обучающихся потенциальных предпринимателей и тех наших коллег, которые приняли для себя решение стать предпринимателем, а мы не будем нарастать. Отдельный цель – выделить поддержку субъектов баллово-среднепредпринимательства в Моногородах. Мы в этом направлении работаем. У нас и сложившиеся традиционно деловые отношения к Моногородам и отдачи соответствующие. У нас в сегодняшний день один из крупнейших проектов, который реализуется в промышленном парке Северно-Тольске. На прошлой неделе фонду Моногородов была поддержана наша инициатива по строительству дороги к промышленному парку. Это улица Честопольская, 5 километров дороги, будет выстроена как раз в рамках фонда развития Моногородов. Очень много заявок сейчас. Идет у нас сезонный накап. Из Набережных Челнах, в частности, мы их в дальнейшем будем поддерживать. И совместно отставить наши интересы, потому что, еще раз подчеркиваю, показатели, которые мы достигаем благодаря этой поддержке, они на сегодняшний день нас радуют. Новое мероприятие – это субсидированный затрат, связанный с уплатой процентов по кредитам. Вы знаете, что у нас в прошлом году завершила свою работу программа «Лизинг-грант». Мы отказались от ряда прямых субсидий. Осталась у нас новая программа – это программа «Субсидированный процент ставки по кредитам». В прошлом году мы ее опубликовали в промышленных парках. В этом году распространены ключевые отрасли предпринимательства, которых требуется поддержка государства. До нуля процентов, субсидируется процент, который уплачивается для обслуживания кредитов в банке. Также у нас функционирует Центр бизнес-инкубирования в Казани, в Чистополе, в Главгей, в Набережных-Челнах. В Министерстве экономики в текущем году разрабатываются новые мероприятия, поддерживающие субъекты, принимаются мероприятия по выращиванию субъектов МСП, в целях их потенциального участия в закупках товаров, работы, услугах. И один из инструментов, которых мы сегодня конструкции – это вопрос «Самозанятый». Нам выпала честь быть одним из четырех регионов, которые в качестве пилота вступили в этот проект. И на сегодняшний день, прошло чуть меньше половины года, мы отслеживаем, откуда идут обращения, какие отрасли, какие сферы. И за нами, и еще за тремя регионами наблюдает вся страна. Нам дают оценку, то есть где же вот этот новый инструмент, где-то его называют оптимизационного налоговложения, где же его следует применять. И мы сейчас вот в этом эксперименте достаточно неплохо продвигаемся вперед. Конечно же, будем усиливать работу популяризации, потому что зачастую не все знают, каковы же эти условия. Это работа популяризации, будь то самозанятой, будь то индивидуальной предпринимательской, малой и средней бизнесской, мы должны им продолжать, потому что одним из лучевых факторов риска, которые мы видим, это же, это, конечно же, доверие, это разрушение стереотипа отношения к власти как к органу фискального власти, но в настоящее время она идет к тем же ректорам, что и предпринимательство. И нам необходимо эту работу только усилить. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» включает в себя упрощение доступа к льготному финансированию, создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, совершенствование системы закупок, обеспечение благоприятных условий существования, деятельности самозанятых граждан и многое другое. Все эти направления развития объединяет финансовая составляющая. Конечно же, если денег нет, то очень плохо. Деньги необходимы всегда. Они дают старт и дальнейшее развитие бизнеса. Активное обсуждение этой темы прошло на полном столе. Моделировано каждый, который был председатель комитета по финансам «Три союзи». Торгово-промышленной палаты города Набежной Челны, госпожа Иванова Венера. Венера, микрофончик, если можно. Хотелось бы услышать итоги вашей работы. Добрый день, уважаемые предприниматели. Добрый день, уважаемые спикеры. Государственная поддержка малого и среднего бизнеса, я думаю, это сочетание знает каждый сидящий с вами. По результатам первого квартала Республика Татарстан среди российских регионов заняла первое место по объему выданных кредитов малому и среднему бизнесу и по объему кредитов, выданных с государственной гарантией. Можно сказать «Ура!». А давайте переведем на количество. Если мы с вами это переведем на количество, то не очень будет рапортовать, к сожалению. У нас всего лишь 2% малых предприятий и 1% индивидуальных предпринимателей пользуются государственной поддержкой. На крупном столе я задала подобный вопрос. Попросила поднять руки, кто получил государственную поддержку. Из 83 участников подняли руки только 8. В чем же причина? Как раз этот вопрос мы обсуждали на нашем крупном столе. Первая причина – мы выявили отсутствие, не отсутствие, низкая информированность предпринимателей о мерах поддержки, о мерах государственной поддержки. Мы знаем по России, что всего лишь одна треть предпринимателей знает об этих мерах. У нас в городе Найпер-на-Черной практически та же ситуация. Да, сегодня заявляли о том... То есть мы информировали предпринимателей. Очень много мер государственной поддержки. Мы информируем и через средства массовой информации. Мы информируем и через соцсети. Последнее информирование через портал «Бизнес-навигация». Я тоже попросила поднять руки, сколько же человек пользуются этим порталом. Всего лишь 8. Опять те же 8 человек. То есть, да, скоро появится, я так поняла, центр «Бой бизнес». Но до появления этого центра мы выработали свои предложения для предпринимателей города Найпер-на-Черной. Первое, что мы рекомендуем. Мы рекомендуем в торгово-помышленной палате города Найпер-на-Черной проводить еженедельно дни финансовой и правовой грамотности, где будем как раз говорить о том, какие меры государственной поддержки, конечной поддержки есть для наших предпринимателей. Уважаемые предприниматели, первый день банкира будет 5-го с 14 до 15 часов. Приходите со своими вопросами, со своими проблемами. Опытные банкиры вам расскажут, как в данном случае поступить. Воспользоваться государственной поддержкой или коммерческими кредитами. Можно им приходить, можно задать свои вопросы по виде связи по скайпу. У вас раздатки, есть наши рекламы. Следующие юристы точно тоже будут консультироваться. И второе предложение наше. Да, у нас есть микроорганизации при Министерстве экономики, активно работающие. Но, к сожалению, есть всего лишь одна точка приема этих заявок. Этот вопрос мы обсуждали. Да, появится скоро МФЦ. Но когда предприниматель нужны деньги, он куда идет, для прочего? Конечно, к банку. Так давайте же заключим соглашение, партнерские соглашения с банками. Фарис Улталович, давайте заключим партнерские соглашения с банками по информированию этой программы, по сбору заявок. И, возможно, даже по выдаче. Банкиры готовы. И тогда точек продажи, точек информирования станет намного больше. Вторая причина. Почему все-таки государственная поддержка недоступна большему количеству предпринимателей? Это, конечно, непрозрачное ведение бизнеса. Несовершенствование налогной политики, неумение малого бизнеса применять механизмы оптимизации налогов приводит к конвертной системе оплаты труда и двойной отчетности. Сегодня банкиры уже научились принимать отчетность как официально, так и управленческую. Здесь я хотела бы обратиться к вам. Я думаю, на уровне государственной думы надо поднимать еще раз вопросы по снижению налогового времени на предпринимателей. Иначе у нас конвертная система, двойная отчетность, она будет продолжаться. Вопросы ЕСЭН, вопросы налогов с прибыли, вопросы, конечно же, и НДС, которые мы сегодняшний день подняли. Этот вопрос очень актуальный. Если мы примем определенное положительное решение, то тогда мы уйдем и от конвертной системы, и от двойной отчетности. Третья причина, по этой причине у нас отказывают банки финансировать наших предпринимателей. И третья причина, сами предприниматели отказываются от государственной поддержки. Почему? Потому что считаем, если идти в банк, это огромное количество отчетов. 95% малого среднего бизнеса, у нас микробизнес. Только 4,2% малого бизнеса, а 0,3% среднего бизнеса. Микробизнес нет в финансовых отделах, у некоторых даже единицы бухгалтера не предусмотрены. Так давайте повернемся к ним. Давайте посмотрим, эта отчетность была бы удача в других источниках. Офигу Марат правильно сказал, в налоговой инспекции практически все есть. Почему мы этого предпринимателя не заставляем, извините за выражение, тащить эту отчетность? Может же все выкачивать? Это предложение о совершенствовании отчетности. Пусть она будет единая, универсальная и могут этим пользоваться, как госусуждения, так и банки. И если у нас у каждого с вами стоит задача, правильно, и все с Викторией говорят об этом, о том, что мы должны увеличить долю малого-среднего бизнеса валопродукций. Так давайте мы смотреть свои программы, которые существуют, и которые мы предполагаем вновь образовывать, их направить на микробизнес. У нас 95% микробизнеса. И тогда мы с вами добьемся тех, которые нам поставил Владимир Владимирович. Спасибо. 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 Успех старта бизнеса во многом зависит от знаний, которыми обладает предприниматель. В настоящее время есть множество различных образовательных программ, участие в которых, такие как фабрика предпринимательства, бизнес-класс, конкурс «Молодой предприниматель» дают путевку в жизни каждому талантливому предпринимателю. Вопросу молодежного предпринимательства был посвящен отдельный круглый стол. Его модерировал известный человек, ведущий, управляющий партнером, фарио-групп Иванов Фархад. Фархад, слово вам, что вы думаете о развитии бизнеса нашей молодежи? Добрый день. Как вы сказали, меня зовут Фархад Иванов. Я являюсь модератором четвертого круглого стола, тема которого была «Как взять успешный старт». В рамках него мы обсудили множество тем по вопросам самозаняности, франчайзика и продвижения бизнеса. И сформировали документы изолюции. Так как большинство наших предложений ориентировано на федеральный уровень, хотелось бы вновь обратиться к вам, Альфея Бумарова. Итак, на федеральном уровне создать независимый каталог российских франшизм достоверной аналитической информации о каждом из участников, также инициировать создание центра...